Павел полирует бак Паша! Он полирует бак и по телефону разговаривает В Москву наконец-то пришло лето Было уже прям вот парочка прям очень теплых даже жарких дней Те, кто здесь в регионе живут, знают, я думаю, кайфанули Вот сейчас, правда, немножко дождливо и облачно Но, тем не менее, уже тепло, хорошо Можно в футболке гонять? Чего я, собственно, хотел сказать? Помните вот этот эпизод? 28 мая, то бишь, через полтора месяца Будет в Москве проходить драг-рейсинг грузовиков Мы будем участвовать Процесс подготовки и, естественно, сам драг-рейсинг этот Естественно, мы покажем Как я и обещал, нужно отчитаться по поводу того Что там у нас делают с КамАЗом Как его готовят к гонкам Потому что гонка уже близко Она уже типа через несколько дней А возможно, когда вы смотрите этот видос, она уже прошла В общем, здравствуйте, братан Я снова двигаюсь на базу Хлюпина Где готовят наш супер-крутой КамАЗ к супер-крутым гонкам Мне осталось ехать 13 минут Я уже рядышком Здорово, дядька! Здорово! Как КамАЗ поживает? Нормально! Привет! Привет, Серега! Значит, те, кто давно следит за нашим каналом, знают, что в сентябре был первый мой Первый видос, который я снимал И вот я ездил вот с этим человеком Он у нас на шторе гоняет Мы с ним ездили в Самару Четыре дня мы, по-моему, гоняли Самара и Пенза у нас вроде было Да! Вот мы с того времени с сентября с ним не видели Сейчас на базе случайно пересеклись Серега, ты же как дела у тебя в общем? Нормально! Все так и катаешься? Так же и катаюсь Самара и Пенза? Нет! Другие города? Питер, Москва В последнее время ездил Слушай, ну все будет? Нормально Отлично Все, тогда давай пятерку Я рад, что у тебя здесь Хорошо? Давай! Здорово! Вы меня ни ждете, никогда Да? Выс where? Нет? Нет Эээээээээ Где Станислав Сергеевич? На улице На машине Да? Да Не знал, что ты приедешь Ты знаком�ET Питается смотаться? На машину Работа кипит, как обычно И даже директора ему не найти Ну в смысле Главный механик Так что он вроде как здесь Станислав Сергеевич наш Сейчас надо его найти. Мне надо, чтобы он мне рассказал, что вообще сделано по КАМАЗу. Что сделано и какие еще планы, что нужно сделать. Вот он, вот он. Я нашел его. Полируем, Серег. Это на бок куда-то, да? Нет, это на верхнюю часть рама будет. Огонь вообще. Ну да, рама получается вся будет закрыта. Сегодня с пашком подогнали. Мне хочется, чтобы ты мне рассказал, что уже сделано и что еще предстоит вот с этой вот гоночной машиной. Первой нашей целью было мне потратить 100-500 миллионов рублей на создание какого-то межконтинентального болида. А изначально была поставлена цель минимальными вложениями добиться максимального эффекта. Как в техническом плане, так и визуально. Скажи, пожалуйста, он вообще какого года? Сколько он у нас ходит уже? У этой машины пробег порядка 350-370 тысяч. Ходил он под тонаром, правильно? Да, 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 полтора года. Для того, чтобы замаскировать все магистрали, электрику, приобрели алюминиевые панели. Изгибаем по форме рамы. Ну и, соответственно, в последующем этапе все это полируется. Второй фрагмент алюминия, он будет находиться здесь. Сюда вставили одну алюминиевую вкладку. Вставочку такую тоже, чтобы этот пробел закрыть. Над глушителем будет тоже алюминиевая площадка. Что касаемо передней части. Вся машина будет клеиться пленкой. По колесам установим алюминиевые диски штатные, акросовские. Далее фары, все будет штатное. Ну, соответственно, приведено божеские виды, полировано. Добавили спойлера. Бак, начали работать над баком, но еще предстоит много работы. Ну, так как машина из-под самосвала, какие-то... Косички. Косички, да. Также дорабатываться будет пневмосистема. Сейчас все снято, но еще ничего не делаю. Особая цель, которую не могу разглашать. Секретные разработки. Еще будет установлен бак, он к нам едет. Тоже приведем в порядок. Коробка и движок, что-то же делали с ними тоже. Да, прошили мотор, прошили коробку, коробка Астроник. Была возможность взять механику, но принципиально интересен автомат. Если честно, я не углублялся в какие-то там сложные тюнинги, доработки. Еще раз повторюсь. Цель из максимально штатной машины, стандартной... Минимальными средствами? Минимальными средствами получить максимальный результат. Я понял, огонь. Спасибо за информацию, Стас. Давай. Поехали. 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 Итак, что мы имеем на данный момент? Поскольку сегодня никаких зрелищных работ с КАМАЗом не проводят, то и снимать мне, собственно, здесь нечего. Но я дождусь, пока КАМАЗ начнет отклеивать. И также поснимаю оклейку. Все, сегодняшний день окончен. Теперь оклейка. Для вас там прошла секунда, для меня несколько дней. Я снова вклюпина. У нас продолжаются работы по КАМАЗу. И сегодня главная цель поснимать оклейку. Потому что нам оклеивает КАМАЗ для гонки. Какой-то, как Аня мне сказала. Аня, привет. Супер крутой чел. Там какой-то автодизайнер. Супер прям вот вся фигня. У него даже свой там YouTube канал есть. Мне очень интересно. Он уже начал где-то примерно час назад. И сейчас я посмотрю, что он там делает. А, да. И плюс к тому. За эти пару дней еще там были доработки по КАМАЗу. Ну, типа такие, которые визуально понятные. Там, алюминий там отполировали, присоединили. Вот. И сейчас, в принципе, он уже должен выглядеть немножко по-другому. Чем вот был, типа, для вас пару минут назад. Для меня несколько дней назад. Так что иду внутрь. Смотрю, как это все выглядит. И, естественно, показываю вам. Привет. Здорово. Ну, в общем, уже вырисовываются первые штрихи. Вот уже этот лист мы, говорите, закрепили. Блястит прям. Балеря, средняя часть также закрыта. Она тоже еще в процессе полировки, да? Блин, ну вот это вообще огонь. Да, но я очень долго думал, как это собрать без, как сказать, с меньшим количеством элементов. Ну, получилось. Красота вообще получилась. Вот так. А он рабочий этот бак, или он чисто визуально красивый бак? Нет, все будет функционировать полностью. Ну, вообще мощь. Так, ну, уже вид приобретает, уже на колесах он. Тормоза уже сделали? Да, тормоза сделали. Диски будут другие. Мерсовские, ты говорил? Ну, Мерсовские перед уже готовы, задние в процессе полировки. А, я понял. Здесь будет установлена другая аккумуляторная крышка. Ну, пойдем, ладно, мы уже приоткроем. Паша два дня умирал на ней. Это аккумуляторная крышка? Да. А это ступенька катализатора. А это пленка для оклейки. Это да, сейчас будут закатывать. Павел полирует бак. Паша! Он полирует бак и по телефону разговаривает. А ну, ладно, давайте отрезаем. Что, я вижу? Ты как все вместе успеваешь с одной рукой-то? Нормально. Капец, вот и дает джазу. Ну, вообще красота, да? Смотри, блясти. Я попозже к тебе подойду, окей? Хорошо. Все, давай, не отвлекайся. Пошли, еще что-то. А, еще что-то? Давай. Ну, получается, диски были куплены и покрыты порошковой краской. Мы отвезли на пескоструй, думали, сейчас по-легкому избавимся от нее. Но, к сожалению, пескоструй, к моему удивлению, не взял эту краску. Не устраивался? Да, поэтому мы все заливали химией специально. Все это вздувалось. После чего везли на пескоструйку, на пескоструйке пескоструили. И затем наждачкой разной по зернистости выбивали все изъяны, мелочи. Красота. Это задний, да? Нет, это перец. А, это перец. Ну, задние будут такие же. Вообще отлично. Майбах стайл. Но, финальный внешний вид этого КамАЗа, финальный внешний вид этого КамАЗа, я вам покажу только на гонке, потому что, ну, надо какой-то анонсик сделать, чтобы вы ждали видосика следующего. Поэтому, типа, сейчас частично, полностью потом. Расскажи мне, знаешь что, какие трудности были? Потому что для тебя же эта работа тоже была новой. Ты ни разу такого не делал. Ну, ладно. Первое, что было, поставили пластиковую машинку. А, типа спойлер, который, да? Да, да, да. Но дело в том, что тут был кусок просто пустой. Так. Мне пришлось заново, короче, с алюминием полностью варить часть спойлера. То есть это был просто алюминиевый лист? Да, просто алюминиевый лист. И ты из него вот такую форму спегачил? Да, варил аргоном, получился, полировал. Он тонкий. Варить было сложно как-то, ну, это мне удалось сделать. Слушай, ну красава, так, что еще? Пришлось устанавливать хрэнштейны под бак. Вот эти два. А бак разве не с той стороны будет? Их будет два бака стоять. А, два. Да. И они будут оба отполированы. Была задача еще закрепить гидробак. Что ты придумал на шатуны поставить? Ну, идея была ставка, ну, поставить на шатуны. Ну, пришлось воплощать нам. Слушай, ну вообще сделали четко. Вообще прям смотрится офигенно. Полировка заняла 4 дня чисто листом. 4 дня? Да. Чисто бак, вот ты имеешь в виду? Да, бак полтора дня, не стыдит, а 2-3 дня полировали. А, все вместе. Все в куче. Одна фишка аккумулятора была пластиковая. Я тоже, короче, вымерял размеры, вырезал листы. Аргоном сварил, сделал полностью алюминиевую крышку. И теперь оно, короче, вообще смотрится супер. Вообще за счет. Вот так вот, да. Красота. Тут тоже будет накрываться алюминием так полированным. Пришлось, короче, снимать полностью крылья, снимать седло, красить в черный цвет. Ты скажи, ты доволен своей работой? Да куда делать, конечно, доволен. В следующем году сделаем круче. Мы по-любому всех сделаем, да? По-любому, да. Костя, заходи. Видно? Вот, да. Солнце. Вот так отлично. Так, короче, вот это Костя. Костя, ты, я правильно понимаю, ты постоянно занимаешься оклейкой машины? Это твоя основная деятельность? Ну, даже не то, что оклейка, а разработка дизайна. То есть я больше дизайнер, нежели оклейщик. Просто в сегодняшнем кадровом дефиците в нашей стране приходится все делать самому. И клеить, и рисовать, и печатать. А золотой КамАЗ не ты там клеил? Нет. Ну, я хотел на него посмотреть, я очень надеялся, что здесь на базе он у вас стоит. А уже все? В смысле, все, его больше нет? Ну, как бы, КамАЗ есть, но золотого КамАЗа больше нет. Пленку уже сняли, потому что она была сильно побитая, насколько я знаю. И выглядело все это уже очень по-холхозному, поэтому ее сняли. Так, а ты мне еще говорил, что сотрудничество с нами, это не единственное, что ты делаешь для вот этого тракфеста, для которого мы, собственно, готовимся. Правильно? Да, на тракфесте это нам будет, наверное, не очень скромно, но практически все самые топовые машины будут именно с моим дизайном, что меня немножко радует. Дизайн твой, но клеишь там не ты, то есть ты клеишь, ты только нам. Ну, в основном то, что будет тракфест, почти все, как бы, ну, я и моя группа все это монтажи осуществляет. А, то есть там твоя команда. У Кости есть тоже свой YouTube-канал, если вам интересно, я ссылку оставлю в описании. Он там показывает, рассказывает, как он работает, как клеит, какие там трудности, нюансы там и так далее. Заходите, смотрите, там от нас привет передавайте. Спасибо тебе, что? Пожалуйста. Ты же на тракфесте будешь? Да, будем еще там, посмотрим, и будет вживую возможность сравнить мои машинки, чужие, да, и... Я тогда, если я тебя на тракфесте увижу, я тебя попрошу показать, какие дизайны твои. Пока? Нет, лучше ты посмотришь и скажешь, что тебе нравится, а что нет, так будет. Окей, окей, хорошо, договорились. Все, спасибо, Костя. Давай, пожалуйста. Давай, до встречи. Дядьки, все, всем удачи. Давай, до следующего раза. Счастливо. Паша. Джин, дрынь, дрынь. Как вы видели, Костя обклеил кабину пока, что только с одной стороны, и то даже немножко не до конца. Вот, завтра он продолжит, если завтра не доделает, послезавтра продолжит. Но я этого показывать уже не буду. И готовый полностью КамАЗ я уже покажу на гонке. На сегодня это все, как обычно в конце ролика. Если ты водитель с открытой категорией Е и ищешь, куда тебе устроиться, конечно же, приходи в Лагранж. Как минимум, позвони. Позвони в отдел по подбору водителей. Поинтересуйся условиями, поинтересуйся всем тем, что тебе интересно. Телефон для того, чтобы связаться с отделом по подбору водителей в описании. Это я говорю для тех, кто постоянно в комментах пишет, а как связаться? Телефон в описании. Хотя они, наверное, до конца ролики эти не досматривают. Поэтому они знают, что телефон в описании. И, наверное, и сейчас они тоже этого не узнают. Короче, на сегодня это все. До свидания, братан. Скоро гонка. Субтитры сделал DimaTorzok